Здравствуйте дорогие друзья, я Антон Деркач и сегодня я расскажу вам о том, какое у меня осталось впечатление после лекции Герберта Мензеля, который я посетил в эту пятницу 16 мая 2014 года. Герберт Мензель это профессор, президент ассоциации психосоматической медицины Германии. В течение всей своей лекции он рассказывал о перспективах развития психосоматической медицины в Германии и во всем мире. Основная мысль, которая звучала на протяжении всей лекции, это то, что душа и тело неразрывны. Несмотря на, казалось бы, банальность этой фразы, очень многие медики до сих пор не осознали это и продолжают лечить исключительно тело человека, оставляя его психологические проблемы без должного внимания. А тем временем, по данным психосоматической ассоциации Германии, жители крупных городов, каждый четвертый житель крупных городов страдает тем или иным психосоматическим заболеванием. На своей лекции Герберт Мензель рассказал о том, как организованно и успешно функционирует на протяжении многих лет психосоматическая медицина в Германии. Там существует трехступенчатое образование. Каждая ступень представляет собой более высокий уровень, где специалист становится более независимым. И на последней ступени работник психосоматической медицины способен не только решать психологические проблемы человека, но и даже назначать психотерапевтические препараты. Напомню, что в России для того, чтобы иметь возможность выписывать фармакологические препараты для лечения психологических, психических патологий, человек должен получить высшее образование в области медицины и в области психологии, если не ошибаюсь. В вводной части лекции Герберт Мензель рассказал о том, как на протяжении уже нескольких тысячелетий в истории уделяется определенное внимание психосоматике. Начиная от Платона, Аристотеля, Декарта, очень многие известные деятели науки и искусства, литературы уделяли внимание области психосоматики и развивали идеи. Сюда же сделали свой вклад Ницше, Фрейд, Шопенгауэр и даже Иван Петрович Павлов. Думаю, некоторые из этих имен вам наверняка знакомы. С точки зрения Герберта Мензеля задача врача заключается в том, чтобы вовремя распознать и направить пациента с психосоматическими проблемами к соответствующему узкому специалисту. Видите ли, если у человека есть какие-то проблемы с психикой, то это неизбежно проявляется на соматическом уровне. И можно сколько угодно, закрывая глаза на психологические проблемы, лечить тело человека и добиваться в этом некоторых успехов. Однако через некоторое время физиологические проблемы будут снова появляться. До тех пор, пока не будет устранена психологическая проблема. Поэтому Герберт Мензель призвал всех присутствующих на этой лекции получать знания в области психосоматики. И если вы обнаружите у ваших пациентов какие-то психологические проблемы, нужно корректно и вовремя направить таких людей на консультацию к специалисту психосоматической медицины. К слову, в России также организовано общество психосоматики. Поэтому и у нас есть специалисты в подобных вопросах. Герберт Мензель сказал интересную мысль, что одно принадлежит другому. Если сегодня болеет тело, то неизбежно страдает душа. А завтра болеет душа, то есть человек переживает депрессию или тревогу и неизбежно заболевает тело. Поэтому изучайте область психологии и медицины в равной степени, чтобы помогать вашим пациентам всесторонне, а не однобоко, концентрируясь на области соматической медицины, как это делают, к сожалению, большинство российских врачей. Я рад, что я посетил эту лекцию и могу сейчас поделиться с вами своим отзывом об этой лекции. И если вам было интересно или полезно послушать то, о чем я рассказал, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под видео. И до встречи в новых выпусках. Спасибо. 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 Спасибо.